Медиагруппа «Авангард» представляет Показать рынку наши решения и чего мы добились за последний год. И второй момент – пообщаться с конечными заказчиками, чтобы протестировать наши новые решения, насколько им понятны, полезны, скажем так, даже по карману, и каких у нас моментов не хватает. Мы хотели в этом году прям застолбить новое решение. Так масштабно мы его еще не демонстрировали. Как раз наш комплекс для киберучений, который, в принципе, открывает новый пласт вообще всех продуктов по инвестиционной безопасности, по образовательной части в этой сфере. Есть определенный голод и недостаток кадров для работы в центрах мониторинга. И был проведен анализ причин, почему такая ситуация сложилась и какое решение мы сами предлагаем, чтобы эту ситуацию, ну, наверное, не кардинально, конечно, изменить, а улучшить в некоторых частях и поделиться опытом, как мы сами это делаем. Арсенал средств защиты, которые внедрены или планируются внедрить в компанию, он расширился. Это не может не сказаться в целом на защищенности, потому что какой процент атак будет все равно успешно отражен при помощи вот этого спектра. Сто процентов никто не обещает, но ситуация лучше будет. Нам, как коммерческому соку, с такими заказчиками работать где-то легче, где-то сложнее, потому что если люди внедряют у себя уже какие-то решения, они не обязательны те, с которыми мы уже работали, поэтому нам приходится подстраиваться. Это тяжелее. Но то, что у заказчика есть понимание, что это нужно делать, нам легче и не нужно пробивать вот эту бетонную стену. Нет бюджета, нет людей, нет средств. Ситуация будет меняться в сторону увеличения тех сервисов по безопасности, которые уже описаны в мировых практиках и книжках. То есть осведомленность пользователей по информационной безопасности. Это тоже сервис, просто он идет обычно на втором и на третьем уровне, когда вот самые такие кругольные вещи решены. Это постоянная инвентаризация активов с точки зрения безопасности, наличия уязвимостей. Это патч-менеджмент, чтобы поверхность атаки была как можно меньше. То есть вот эти сервисы уже начинают спрашивать, и надо быть к ним готовым. В верхнеуровнево отписана задача, и что нужно делать. Когда люди пытаются уже на своем техническом, на организационном это начинают внедрять, возникает уйма вопросов. И да, где-то они у коллег узнают и продвигаются дальше. Где-то пишут в сторону регулятора, там не всегда оперативный ответ приходит. Поэтому негативных отзывов, что вот нам еще навесили вот это, не обеспечив ресурсами, к сожалению, присутствует. До фактической безопасности еще далеко. Внедрение закона 187-го, оно породило интерес у руководителей. А за что нас теперь будут наказывать? Вот. И они стали задавать вопросы. А что, мы в Киев входим или не входим? А давайте категорироваться, давайте не будем. Кто понял, что они входят и нужно защищаться, они это сейчас забюджетировали. Кто-то уже приступил к активным действиям, кто-то категорировался, но раскачка еще продолжается. Достаточно большой опыт за последние два года в банковской сфере появился и в анализ защищенности в пентестах банков, финансовых организаций. И мы понимаем, что этот сегмент, он коммерческий, там реальные деньги, реальные риски, он более ответственного к этому подходит. И внедрение средств безопасности там происходит более активно. Даже в этом году пара организаций были, которые мы не смогли при пентестах получить свои, как сказать, цели взломать систему, потому что коммерческий сок отработал прям как надо. нас отрубили от всех ресурсов. И поэтому вот это прям образцово-показательный вариант. В государственном секторе чуть, ну даже, наверное, достаточно заметно, более инертный подход. Отправдываются то, что нет кадров, нет финансов, выделенных под это. Ну и, соответственно, откуда взяться безопасность, если не обеспечены ресурсами. Поэтому здесь закономерный вариант. Мы подключили правительство ТВ как субъекта КИИ к госсопке через коммерческий центр, наш центр мониторинга с использованием инфраструктуры НКЦКИ. То есть это вот такой первый факт подключения субъекта КИИ именно из административной части. Туда входит очень много сфер самой ТВ. То есть там и администрация, и финансы, и здравоохранение. То есть практически все ключевые органы республики, они сейчас теперь подключены через наш центр, центр мониторинга в госсопке. Вот, наверное, можно этим достаточно сильно гордиться и подсказывать другим, как можно вот так подключаться. Субтитры сделал DimaTorzok